так значит сегодня в прошлом году я устраивал специальное занятие где немножко показывал как решать задачу вот соответственно в этом году тоже нужно что-то подобное сделать к тому же что прошлом году и не записал вот и соответственно я сейчас покажу вообще с чего начинается решение задач по анализу данных не все в чистом виде вам пригодится для выполнения вот вашего текущего задания ну по той простой причине что на самом деле просто напросто немножко разная будет ситуация то есть я буду рассматривать задачу где я полностью знаю вообще посвящена вот вы будете вы пока работаете с задачей с анонимизированные данные правда его постепенно раскрываться и возможно это даст вам шанс узнать там что-то больше и больше о задаче вот но тем не менее что что я покажу сегодня для некоторых это более-менее очевидно для некоторых возможно как раз там даст некий такой бейзлайн модели поведения что делать а можно вопрос да грубо говоря качество которое отправляется в данный момент когда анонимизированные данные она грубо говоря улучшает твое положение в рейтинге по сравнению с тем же качеством когда данные уже будут известны или нет ну оно никак не зависит вот я надеюсь я надеюсь что ваше качество будет расти по мере того как вы будете получать новую информацию ну и обычно так происходило вот в принципе вот эти три этапа нужно больше ну а для меня чтобы просто посмотреть как бы на вас в процессе некий эволюции ну и б для вас вот то есть если вы участвуете в полноценном таком турнире с тремя этапами да то есть они подключить самом конце вот то наверное у вас просто действительно больше шансов погрузиться в задачу и получить от него там некое удовольствие на мой взгляд ну потом мы можем обменяться впечатлениями вот конечно более активно они ну в том числе мне в каком смысле более симпатичным вот потому что если кто-то сразу взял задачу да и начал решать неважно получается у него нет на самом деле то есть это это вещи уже такие наживные да то есть как кому-то нужно больше времени чтобы что-то сводить кому-то меньше вот но как бы если человек старается то это очень очень классно так ну и о чем еще не расскажу по моему мы обсуждали в телеграм-канале какие-то соревнования которые потенциально хорошие и вот на платформе кегл сейчас уже заканчивается то есть сегодня буквально последний день соревнования вот этот google brain значит посвященной вентиляции легких в принципе тогда сказал что как раз довольно удачные соревнования и так получилось что я ее и это соревнование давал своим магистрам в рамках спецкурса который они сейчас проходят вот и мне самому пришлось в нем покопаться потому что если что-то дают его соответственно как правило я в это тоже полностью погружаюсь и пытаюсь разобраться как же здесь данные устроены как задачи и так далее вот и задача очень классно сейчас я вам покажу что там классного вот и вообще почему она почему не есть некая эстетика ну из формальных вещей то есть задача посвящена вот как мы видим такой не книга вентиляции легких я сейчас по данным попытаюсь описать вообще говоря что там происходит хотя но у меня такое такое полуповерхностное впечатление то есть я прям совсем в физику процесса не погружался но по той простой причине что как бы я в таком экстренном порядке знакомился значит соревнование такое денежное ну как относительно да то есть тут 1 1 тройка поощряется соревнования с данными которые ну представляют из себя таблички сейчас я покажу то есть в общем то оно относительно такое как бы простое по схеме устройства данных соревнования в котором довольно много кода вот и вот эти вот как бы кто из вас знаком с устройством как был платформы кстати мне вот на этом самом мероприятии по видимо по соревнования данных придется это же самое повторить вот то есть тут есть такая вкладка как код и здесь любой желающий может выкладывать свои примеры того как он решает эту задачу и вы можете посмотреть это очень ценно вы можете научиться что-то программировать вот ну и в частности я потом как к этому немножко вернусь и и дискуссия то есть там полноценный форум где все обсуждают вот например вот этот топик там какое совпадение посвящен тому что человек заметил некое читерство то есть там две разные команды по сути является одной а это запрещено правилами ну ты это обсуждает но есть и вообще классные ветки то есть вот анализирует на соревнования несколько дней я этому посвятил вот ну так время от времени заходил форумы соответственно число код вот я реально много чего узнал и прокачался то есть вот например тут есть очень классные вещи посвященные тонкостям реализации библиотеках вот тут есть довольно неплохие обзорные посты по на нас ссылки по аналогичным работам и так далее то есть вот если полноценно разобрать какое-то одно соревнование вы реально много чему научитесь то есть вот я для себя вообще довольно много чего открыл просто вот листали хотя пишут в основном любители но вот что называется за каждый любитель то есть там 80 процентов идей это мусор но 20 оставшихся на самом деле довольно таки интересные как раз они составляют интерес то есть то же самое с этими постами то есть 80 процентов здесь мусора но есть довольно прикольно если посмотреть лизерборд сейчас я вот его не открывал но вот смотрите я открыл и интересно что первые места идут с очень большим отрывом то есть у них ошибка их она в два раза примерно меньше чем допустим у третьего места вот то есть это не просто так учитывая что в остальном видите результат очень плотненький такие то здесь вот 0.12 здесь 0.11 а здесь вдруг 0.5 вот то есть это не просто так эти эти ребята которые сейчас на первом месте они разгадали некий секрет я попробую вам объяснить где он данных может быть то есть я его естественно не разгадал я эту задачу решал то несколько часов так по сумме вот но я примерно знаю что то может быть и через там буквально сутки я узнаю право ли я вот поэтому поделюсь с вами где где можно эти секреты искать итак сейчас я буду демонстрировать некий ноутбук который так сам набросал для себя вот он не не прям супер подготовлен для такой полноценной демонстрации но это и хорошо я показываю то есть как бы то как у меня организован этот самый рабочий процесс может быть это гораздо более ценно то есть я развел некий ноутбук в котором я исследую данные у меня там есть отдельная вот такая вот как бы страничка где я выписываю свои инсайты чтобы их не забыть чтобы потом быстренько открыв ноутбук соответственно вот пробежаться по этим записям и понять что мне нужно сделать задачи потом я объясню собственно говоря как бы во что это выливается так это два служебных блока так надо ли сделать как-то покрупнее чтобы вам было лучше видно давайте так это два служебных блока просто что импортируется все вот вот это загрузка данных собственно говоря вот с этого момента начинаем работать с данными я загружать табличку то есть то же самое вы делаете вот задание которого сейчас есть то есть вы пользуетесь что чем-то типа read csv функции в пандас кстати пандас когда появилась библиотека и стали активно пользоваться в основном кстати как ни странно из-за этой функции потому что реально загрузить сфишку в питон там но было некой проблемой потому что в общем данные там имели всякие форматы так далее пандас и автоматически загружал превращал дата фрейм который там потом можно было матрицу превратить и так далее тогда это было мега удобно вот и не было библиотеков аналогов то есть вот многие переходили на питон буквально вот из одной этой функции хотя там были артные альтернативы был язык арта на маклабе кто-то решал задачи анализа данных вот но питон стал популярным благодаря таким-то каким-то удобным фичам в своей библиотеке вот и данные выглядят примерно так то есть в начале табличка очень простая но надо учитывать что она имеет давайте это посмотрим она имеет довольно большие размеры вот то есть примерно 6 миллионов до на 8 6 миллионов на 8 это вот собственно говоря разные размеры вот этой самой таблицы теперь это первая такая тонкость которую нужно запомнить то есть мы видим немножко столбцов всего 8 штук но она очень очень длинная дальше мы смотрим на признаки да и мы можем прочитать их смысл в принципе они есть в описании поэтому мы более менее представляем о чем речь хотя и очень туманная тут есть признак айдишник это просто номер строки то есть он ну как бы роли не играет в принципе его можно сразу удалить вот дальше тут есть признак брэс айди и это это не кайди дыхания то есть как как следует название если вы внимательно посмотрите на этот признак на то есть сейчас я вижу только его начало вот но давайте сделаем так вот самая полезная функция в этом смысле эта функция value counts вот она позволяет найти все уникальные значения в этом признаке сказать сколько 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 их в этом фрейме содержится и здесь я получаю потрясающий результат то есть у меня каждая иди встречается ровно 80 раз то есть если я вот но сейчас попытаюсь изобразить немного больше элементов то есть если я выведу там 100 элементов то у меня будет сначала идти там первых 80 единичек вот и потом в конце будет ими и идти 22 то есть она вот по 80 идет вот единичка двоечка там ну и так далее так далее идут не все числа подряд потому что если я сейчас вместо этой функции смотрю какие у меня не как уникальные здесь элементы я вижу что давайте вот вот то есть я вывел все уникальные элементы я вижу что здесь вот 1 2 3 4 5 6 7 давай восьмерка пропущена ну можно сделать гипотезу что восьмерка есть в тесте да как например число 11 вот ну и там другие числа которые здесь не хватает вот ну и в принципе действительно так то есть мне даны дана информация о каких-то брэс айди вот а какие-то и лежат в тесте такую гипотезу который на всякий случай надо проверить на ну то есть как бы я понимаю что это идишник но на самом деле идишники могут иметь некий смысл то есть у меня данные могут за нумерованы в каком определенном порядке принципе это можно проверить на всякий случай потом у меня идут признаки rsi вот и если опять попробую посмотреть собственно что это такие за признаки вот я вижу что вот признак r принимает всего три уникальные значения 5 50 и 20 то есть вот здесь вот у меня всего тут я здесь вижу 20 вообще здесь у меня там всего три уникальные значения то же самое соответственно для признака си то есть это 10 20 50 хорошо то есть это какие-то признаки которые ну в каком смысле дискретные вот и дальше можно посмотреть их описание на сайте там так может быть не полностью понятно можно заглянуть еще форум эти признаки обсуждают то есть в принципе я сейчас потом скажу процесс и будет непонятно дальше идет time step ну никак не трудно догадаться из названия это вот какие-то такие то есть это какое-то время пока его отложим да то есть пока сейчас не буду его анализировать вот дальше идут признаки you in и out вот и признак давления значит по тем скудным описанием которые есть на сайте значит мы в какие-то моменты времени измеряются вот эти вот you in и out это как бы входное давление там и выходное в каком-то смысле вот и вот это вот некое такое итоговое давление значит при анализе признака you out выясняется что у него всего два уникальных элемента то есть признак бинарный он равен либо нолик либо единички вот то есть это какая-то очень бедная информация а вот этот признак уже как нетрудно видеть значение уже какой-то полноценный то есть тут какие-то вещественные числа вот и нужно вот по этой информации по brest id по rc вот по time stamp и значит you in и вот эту признаку предсказывать вот вот это вот теперь ну вот тут у меня есть маленький код он то есть я просто-напросто взял значит для чего мне нужен мне нужно чтобы использовать другом ноутбуке здесь некий data frame который довольно таки огромный как мы сказали то есть в нем 6 миллионов строчек вот когда я буду придумывать всякие хитрости с генерации признаков еще чему-то да чего-то вот я ну чтобы не экспериментировать над вот этим большим дата сайтом который очень огромный я могу сделать некую маленькую копию да то есть вот я там сделал на дата фрейм который который соответственно вы вырезал 3 и 3 агишника из него вот и могу бы экспериментировать с этой копии то есть просто проверять что у меня все нормально работает вот это такой маленький маленький защита от банк так теперь давайте ну давайте я сразу скажу про смысл вот этих вот всех признаков чтобы понять смысл давайте сейчас я скопируем кодка откуда-то отсюда у меня где-то здесь есть вот значит ну давайте пример пример как выглядит данный значит я здесь беру какой-нибудь айдишник ну там какой у нас там шестерка точно был и запускаем если взять вырезать из этого дата сета вот брэйс айди равны 6 у меня останется 80 строчек 8 строчек и вот эти вот 8 строчек ну давайте их тоже сейчас как-то на них посмотрим что это вот 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 эти как бы строчки да у которых брэйс айди равняется 6 что тут бросается в глаза первое у всех одинаковые пара rsi и кстати как бы закрадывается ну как бы подозрение что у каждого брэйс айди уникальные россии и это можно проверить в этом убедиться действительно это так то есть собственно говоря интересное наблюдение что оказывается что у каждого брэйс айди если я допустим мы там возьму не шестерку там допустим пятерку на вот тут везде 550 вот там четверку везде 550 да то есть тройку везде 5020 то есть собственно говоря вот интересно что значение вот этих двух признаков она просто соответствует каком-то айдишник то есть с этим понятно вот эти признаки очень примитивны теперь вот эти признаки ну и значит эти признаки это time stamp то есть как бы момент времени вот он возрастает и вот у меня на графике здесь вот эти вот тики они отмечены белыми вертикальными линиями это я просто отменил тики но я их не подписывал там не подписывал чему не равны вот и соответственно здесь три графика то есть график юлин это красный а то есть это вот этот нет никакое входное давление you out и график преже черный тут у меня еще зеленая но пока не буду говорить что это такое я чуть позже скажу то есть принципе у меня а вот номер строки он мне не интересен brest id он конкретное число rsi которые фиксированы вот из интересных признаков это вот эти вот признаки я могу их визуализировать вид такого графика этот график описывает процесс которым посвящена задача значит здесь легкие наполняются воздухом вот и вот все вот это время все вот это время вот они у меня наполняются на какой-то момент когда перегородка отходит ты соответственно из легких выходит черный график и дачи это как бы вот эта интенсивность наполнения но соответствует красному графику то есть вот 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 это вот это некое некое такое некий объемы наполнения. А черное – это давление. Оно возрастает, когда мы интенсивно наполняем что-то, да, и, соответственно, оно начинает падать, когда мы, вот, когда у нас вот это вот падает после того, как у нас Uout становится равной единицей. То есть, в принципе, графика вот выглядит такой. Если я посмотрю сейчас немножко на другие графики, то есть при других ID, то есть, ну, например, там, не знаю, 2005, если такой есть, вот, то я вижу, ну, пример то же самое. То есть, график немножко другого вида. То есть, здесь уже красный такой вот унемодальный. Вот опять вот этот бинарный признак. То есть, он не просто бинарный, он бинарный вот так с таким перескоком. То есть, он сначала нулевой и в какой-то момент времени он становится единичным. Интересно, что… Ну, давайте я сейчас подписи включу, наверное, сейчас, минутку. Так вот. Вот. Интересно, что, если, опять же, разные единичники проанализировать, то мы увидим, что вот этот перескок, когда у нас, значит, Uout переходит, меняется с нуля до единицы, он всегда возникает на первой секунде. Вот. То есть, опять же, там, меняя единичники, мы видим, что этот перескок всегда вот на цифре 1. И это тоже такая важная информация, потому что получается, что вот этот признак нам, по сути дела, тоже не особо нужен. То есть, он зависит просто от таймстэпа. То есть, когда таймстэп меньше единицы, 0, вот, а потом, когда он выше единицы, он превращается в единичку. Вот. Поэтому в этом смысле у нас очень просто устроено вот этот вот Uout. Вот. А вот эти два черно-красных графика, они уже довольно-таки уникальны. То есть, они вот разные при измене одишников. Вот. Мы видим, что здесь вот он такой пилообразный, да, и вот примерно такой же пилообразный красный график, который уходит в ноль, когда вот мы здесь меняем режим. Вот. Ну и потом он там идет, растет вверх. То есть, в принципе, мы должны уметь восстанавливать красный график по, ну, по черному, да, и плюс информация еще RC и вот эти вот самые, и информация о том, что в первую секунду что-то происходит и так далее. Вот это вот постановка нашей задачи. Ну, зачем это нужно? Опять же, можно на сайте Кегла подробно прочитать. Дальше мы начинаем всячески исследовать данные, да, то есть, вот, как я сказал, смотреть на их распределение, сейчас покажу, что это такое, и вот на какие-то характеристики. Например, на число уникальных значений это довольно полезная информация. Вот здесь можно довольно интересную вещь увидеть. Если я возьму целевой признак, то есть, это вот этот самый pressure, да, если я посчитаю число его, то есть, если я возьму там, ну, то есть, вот эту штуку можно гораздо проще, на самом деле, посчитать. Это будет, значит, train, df, pressure и nunique. Вот это число уникальных значений признака pressure. Так вот, оказывается, их 950 всего. То есть, у меня есть столбец, вот здесь вот, у которого, в котором 6 миллионов элементов. Ну, среди них, как бы, уникальных, да, всего 950. То есть, значит, что мне нужно предсказать, на самом деле, какое-то одно число из 950. То есть, на самом деле, у меня признак, который, точнее, стоп, я про pressure, да, вот это, вот здесь вот. Вот этих вот значений, их довольно мало, то есть, их всего 950. То есть, мне нужно предсказать одно число из 950. То есть, моя задача, это не совсем такая полноценная задача регрессии. И это надо иметь в виду. Вот, например, если посмотреть kernel, которые там занимают довольно высокие места в лидерборде, которыми авторы поделились, то там как раз они делают такой прием, что когда ответ получен, они берут и не выдают ответ, это выдают точку вот из этих 950, которая наиболее близка к ответу. Потому что, ну, ответ – это непроизвольное число одной из этих. То есть, это хорошая находка, да, и она вот обнаруживается просто вот такой вот командой. Дальше еще интересный момент, что если я посмотрю, ну, опять же, это делается, по-моему, проще, чем здесь написано. Вот, если я посмотрю, например, сделаю… А, наверное, так не получится. Сейчас посмотрим. Стоп, какая-то ерунда. А, ну, ну ладно. Сейчас, это… Нет, это неупорядочно. Да, все-таки в том варианте, как было сделано. Если я посмотрю на… Возьму значения на его давление, возьму уникальные значения, они вот NPM автоматически сортируют их еще, что удобно. Вот, и возьму вот такую попарную разницу. Вот, то я получу вот, ну, собственно говоря, одинаковые числа. То есть, у меня не просто уникальные 950 значения, на самом деле, они еще с одним и тем же шагом. То есть, на самом деле, то есть, я предсказываю одно из значений, которое с таким вот, с одинаковым шагом, с шагом 0,07, да, идет. Вот, что тоже довольно-таки любопытная информация. То есть, в принципе, я предсказываю такой вот чисто дискретный признак. Теперь я могу посмотреть, как этот признак распределен. То есть, вот здесь вот я нарисовал гистограмму. Которая проектирована. Значит, это целевой признак, это вот от прежа. То есть, собственно говоря, вот, который, собственно, дискретный. Я могу посмотреть на его распределение. То есть, просто я беру его и вызываю функцию plt.hist. Он мне строит вот такую столбцовую гистограммочку. Вот, и тоже здесь довольно интересные паттерны. То есть, он распределен ненормально, неравномерно. Кстати, обратите внимание, то есть, во многих реальных задачах редко встречаются такие идеальные распределения, с которыми вас знакомят на курсах теории вероятных тематств и статистики. У него вот такое вот забавное распределение. Причем видно, что вот, ну, как бы, вот тут такие бугорки есть подозрительные. Вот, и, видимо, видимо, они соответствуют, то есть, скорее всего, они тоже с одинаковым шагом идут. Это можно проверить. То есть, видимо, есть вот какие-то такие вот прям мета-центры притяжения. И интересно, что? Интересно, что, опять же, он вот тут вот как-то обрывается, вот, да, и вот тут вот есть несколько пиков странных, то есть, они портят некую гладкость, да, то есть, в общем-то, здесь вот все более-менее гладенькое такое, а вот здесь вот эта гладкость немножко испорчена. Ну, здесь относительно мало статистики, потому что у меня в логарифмическом масштабе график, если вот вы заметили, да, то есть у меня здесь вот 10, здесь 100, здесь 1000, здесь, наверное, 10 тысяч уже. Вот, поэтому давайте сейчас я сетку нарисую, чтобы было покрасивше. Вот, и, соответственно, вот там, где довольно много информации, то есть где там больше 100 объектов, вот тут график довольно-таки гладкий, да, и вот здесь вот он странно обрывается. Ну, это вроде нам не дает какой-то особой информации пока, вот, пока я с этими это не с чем связать, но, по крайней мере, запомню. Теперь давайте посмотрим на признаки вот эти вот RCUIN, да, то есть R имеет три уникальных значения, C имеет три уникальных значения, UIN имеет, то есть UOUT. UOUT имеет два уникальных значения. Давайте возьмем и вот в разрезе по этим признакам посмотрим, какое у нас вот это вот давление, да, наш целевой признак, о котором мы должны предсказать, какое его среднее значение. То есть я взял, это такая функция группировки, то есть я беру всевозможные значения тройки R, C и UOUT, их 18 должно получиться. Вот я беру признак прежа, считая его среднее, и UNSTEC это функция, которую, ну, как бы, если я не сделаю, у меня получится вот такая табличка, вот, то есть тут разные значения R, C, UOUT и точка. А если я хочу это в красивую матрицу вот так переделать, как здесь, вот, то я, соответственно, делаю UNSTEC, у меня вот одна из, одна из осей, она переводится вот в горизонтальную, то есть UOUT у меня вот здесь вот изменение написано, да, R, C у меня вот здесь вот по индексу написано. И что я здесь вижу? То есть тут то же самое я могу сделать вот это для давления, это для признака UIN. Вот, то есть по смыслу они должны быть связаны как раз, да, то есть потому что это то, что мы закачиваем легкие, а это вот то, что как бы давление, которое создается. Здесь можно сделать некие гипотезы. Мы видим, что всегда, когда UOUT 0, у нас прежа выше, чем когда она единица. Ну и понятно почему, потому что здесь воздух выходит из легких, да, а вот здесь вот он как бы не выходит, поэтому давление выше. Вот, поэтому мы можем даже так прикинуть на сколько, то есть это там 16 против 7, грубо говоря. Вот эти вот числа, значит, 10, 20, 50, мы видим, что тут есть некая антимонотонная зависимость, то есть здесь вот 10, 20, 50, а здесь 19, 16, 14. Тут 19, 17, 16, тут 17, ну вот здесь вот она не совсем есть, но в принципе чем выше C, тем, соответственно, у нас ниже прежа. Вот это тоже согласуется с некой физикой, потому что, то есть вот эти признаки RSI, если посмотреть описание, они, ну, грубо говоря, отвечают за некую там интенсивность загонки этого воздуха и за вот узкость вот этого прохода, который загоняется. Вот, поэтому это вот можно здесь посмотреть и посмотреть, где эта монотонность нарушается, но потом мы с вами посмотрим, что она не просто так нарушается, то есть тут можно тоже какие-то интересные свойства из данных выжать. То же самое вот про UIN, да, то есть мы можем посмотреть, чем больше у нас C, тем у нас больше вот это UIN. Да, то есть тут 8, 21, 33, 8, 15, 21, 6, 9, 10. То есть оно так вот монотонно возрастает при увеличении C признаков. Ну, как бы это вот дает нам некую информацию об этих самых режимах и как к ним относиться. Теперь давайте посмотрим на… Так, что у меня здесь изображено? А, дальше я, собственно говоря, делаю вот что. Значит, давайте это отдельно как-то назовем. То есть это зависимость, значит, давления от UIN. Стоп, только. Значит, полойки вещей, чем мы как бы больше воздух закрываем, качали, тем у нас выше должно быть давление. То есть они должны как-то коррелировать, причем коррелировать, скорее всего, линейно. Давайте это проверим. То есть если зависимость будет линейной, вообще мы можем решать чем-то типа линейной регрессии, на самом деле, эту задачку. Давайте это проверим. И вот я здесь построил такие скатер-плоты. Здесь у меня изображен для каждого Brass ID средний UIN, а здесь у меня изображено среднее давление. То есть я ожидал здесь увидеть какое-то узенькое облачко, то есть какую-то корреляцию. То есть у меня прям линейная зависимость между средним UIN и средним давлением. В принципе, я почти это увидел. У меня здесь разная цветовая подсветка. Откуда она взялась? Разными цветами я пометил разные комбинации R и C. То есть у меня здесь идет C, идет R, и как раз я формирую такой вектор цвета в зависимости от того, какие у меня CR. Еще важная информация, что этот график я построил только там, где у меня UOUT равняется 0. То есть вот на этом участке я, соответственно, взял средний UIN и взял среднее давление только здесь. Так, вот у меня получилась такая графика. Смотрите, то есть в принципе у меня корреляция есть, но она вот корреляция подсветная. То есть если взять каждый цвет в отдельности, например, там желтенький, то это действительно вот такая линейная зависимость. То же самое с зелененьким. Пожалуй, что для оранжевого, она тут не совсем линейная, потому что как-то облачко сгибается. Но я могу это отдельно проанализировать. Вот я здесь запустил такой визуализатор. У меня для каждой пары, вот этих R и C, то есть для пары 5.10, 5.20, 5.50, 20.10, 20.20, 20.50 строится вот, собственно говоря, вот этот скатер-код. Что здесь изображено черным, что белым я пока не скажу. Вот мы этого потом проснемся. Вот я вижу, что для каждого, то есть как бы, ну вот здесь вот, то есть как бы каждый цвет отсюда соответствует отдельной картинке. Я вижу, что здесь действительно у меня вот более-менее узкие облачка. Вот, ну кроме случая вот, наверное, вот этого вот, 50.50, да, вот. И вот здесь вот у меня почему-то там как бы, то есть вот тут какое-то такое сердечко получилось. И отдельная задача – это понять, собственно говоря, почему так получилось. Сейчас будем с этим тоже пытаться разобраться. То же самое можно сделать, то есть это я сделал для участка, где у меня UIN равняется 0, да, то есть то же самое можно сделать и для участка, где, значит, UOUT равняется 0, где оно больше 0, то есть равняется 0. И там картинка вот такая. Вот эта картинка уже нас напрягает, потому что тут тоже мы ожидали увидеть какое-то узенькое облачко, но тут оно не получилось. Более того, почему-то одна из комбинаций R и C, она дала одну картинку, остальные дали другую. То есть вот у нас вот тут оранжевые точки, а вот здесь вот точки всех других цветов. И вот можно определить, что это за цвета, то есть эта комбинация C равняется 10, равняется 50. То есть именно на ней происходит вот такой какой-то выброс. А если их удалить, то есть если вот для всех, кроме этой комбинации сделать визуализацию, то я получу только вот этот участок, и он в величином формате выглядит вот таким образом. То есть вот так вот он выглядит. Ну и как бы здесь тоже мы не видим узкого облачка, но мы видим две какие-то странные группы. То есть у меня есть вот такой вот прямоугольничек, ну и такой вот. То есть на самом деле тоже немножко странная ситуация, с которой тоже нам надо разобраться. Пока для себя отметим, что вот эти два прямоугольничка, они разделяются вот этой вертикальной полосой. То есть она примерно соответствует среднему июну, равному 2.845. То есть вот это, кстати, это одна из находок, которые я потом помечаю себе в начале ноутбука. Потому что, ну как бы, если у нас данные так устроены, что какая-то кучка находится по одну сторону от среднего июня, меньше, чем 2.845, а другая, где больше 2.45, значит вот такой признак, который сравнивает средняя с этой константой, это довольно хороший признак. То есть мой алгоритм, который будет настраиваться, в том числе на этот признак, будет знать, с какой кучкой он в данный момент работает, и работает, если ему тут признак дать ее англии. Поэтому, собственно говоря, вот здесь я пришел к довольно полезному признаку, который вот так вот таким образом обнаружил. Так, хорошо. Теперь, как бы, ну, опять же, вот здесь, вот в этой вот оранжевой мишуре тоже можно ее отдельно проанализировать. Здесь можно заметить, что тоже тут есть какой-то такой всплеск. То есть можно, опять же, эту границу найти, можно понять, пытаться понять, из-за чего она там происходит. Вот. А вот дальше вот я провизуализировал вот, собственно говоря, в этих вот квадратиках, да, тоже у меня разные скатерплоты при разных комбинациях вот РС. Почему они подсвечены разным цветом, я сейчас чуть позже скажу. То есть я тут применил некий трюк. Теперь другой признак. Это признак время. То есть у меня там есть еще признаки, кроме давления, про которые я сделал гипотезу, что, наверное, у меня давление вот это вот, линия зависит от этого. И гипотеза, скажем так, частично подтвердилась, потому что она подтвердилась на первом графике. То есть средняя прежа действительно коррелирует линейность со средним ЮИН при фиксированных РС. и совершенно не подтвердилась на втором графике. То есть там корреляции такой, ну, по факту не наблюдается. Так, ну, хорошо. Теперь что у меня со временем? Вот когда я начал работать с этой задачей, я подумал, что вот эти тики времени, они одинаковые. Ну, потому что у меня вот это вот такие сигналы, да. Ну, логично, что у нас есть какой-то прибор, который просто через какие-то такты времени меряет давление. И оказалось, что это не так. И вот это самое интересное. То есть оказалось, что если я возьму вот эти вот тики времени и возьму там вот их дифы, да, то есть посмотрю на их разницу, то я получу следующее. Ну, то есть вот я здесь формирую признак. Да, давайте сейчас. Ну, что-то он долго считается. Удивительно. Вот. И, соответственно, вот я формирую признак, да, и теперь я вот смотрю, чему он равен. То есть вот это вот, это, вот это дельта, это разница между вот этими таймстепами, да, вот это вот, это разница между этими и так далее. Я вижу, что она все-таки немножко разная, то есть она отличается. То есть здесь вот 0.033, вот здесь вот 0.34, да, то есть все-таки немножко разная. И вот то, что у меня было визуализации вот здесь зелененькими, я сказал, пока не смотреть. Вот на самом деле это я визуализировал вот эту самую дельту. То есть, ну, как бы она здесь почти константна, но там есть на самом деле такие микроколебания, в некоторых случаях они довольно заметны. Вот это вот, это вот, это самая, вот подсветка этой самой разницы. Ну, хорошо, хорошо, это я, допустим, заметил. Теперь давайте дальше посмотрим. Посмотрим, допустим, на среднюю дельту, да, то есть на средний тик. Вот. И посмотрим в разрезе разных РЦ и УАУ. И вот тут такая забавная ситуация, что мы видим, что, ну, при разных РЦ на самом деле какой-то бросающейся зависимости нету. То есть, например, вот здесь вот я Ц меняю, да, и у меня, ну, как бы, наверное, в пределах статпогрешности у меня меняется вот этот вот самый средний тик. А вот в контексте УАУ разных, ну, разве что, кстати, при Р равном двадцатке двадцатке на самом деле здесь примерно 32,5, а здесь 31,5. Вот здесь вот как бы эта штука заметна, на это можно внимательно потом посмотреть. Но вот в контексте УАУ разных я вижу, что при единичке у меня, как правило, все-таки дельта больше. То есть здесь 0,31,5, здесь 0,32,5. Здесь 0,31,7, здесь 0,32,9. То есть вот оказывается, что дельта увеличивается вот, ну, в конце графика. Это тоже немножко забавно. Но давайте посмотрим тогда, а коррелирует ли давление с дельтой. То есть может быть тут тоже есть какая-то зависимость. И вот тут нас ждет максимальный сюрприз, если я построю вот этот самый график цветом, опять же, разный РФЦ. И вот я что получаю. Значит, смотрите, получается, что ну, коррелиация какой-то не вижу, но я вижу странную картину. Во-первых, я здесь вижу два вот таких облачка. То есть есть два кластера точек. То есть что такое кластеризация, вы уже знаете, что такое кластера. То есть я вижу два кластера, причем эти кластеры по первому признаку образуются. Вот этот признак роли не играет. То есть по среднему тику у меня все данные разбились на две кучки. Ну, причем здесь есть как бы для одного фиксированного группы РФЦ, у меня есть как бы представители здесь и здесь. Это довольно интересно. То есть почему так вообще получилось. И давайте-ка я ну, как бы вот проведу такую линию, да. Вот. И, кстати, это вот это вот для этого самого УАЛТ равняется нулю. И точно такой же график для УАЛТ больше нуля. То есть тут то же самое. Тут тоже, в общем-то, два кластера. Причем второй кластер здесь даже более такой страшный в том смысле, что вот больше его разносит вот этого самого, больше разносит давление. Это важная информация. Опять же, вот этот признак, да, то есть у меня оказался Миндель-то здесь или здесь. Это очень важный признак, потому что если вы засунете его в модель, модель будет знать, давление у меня меняется вот в этом диапазоне, да, или вот в этом диапазоне. То есть это вообще важная информация. Поэтому это один из признаков, который, конечно же, нужно в модель включить. Хорошо. Можно еще некоторые вещи по этой картинке посмотреть. Ну, вот, например, вот здесь какие-то выбросы, да, то есть здесь какие-то точки, которые находятся, например, ну, довольно-довольно далеко. Вот если их отдельно посмотреть, я, по-моему, вот здесь это сделал. Сейчас, сейчас, сейчас. А, стоп. Где же я сделал-то? А, ну, вот-вот. Сейчас, да, вот здесь вот. Так, сейчас. Вот это как-то пора... Ну, я не совсем это сделал, но тем не менее, да. Вот, то есть, если посмотреть на те самые графики, у которых там, ну, довольно большие дельты есть, то есть они вот выглядят так, и тоже они такие довольно странные. То есть у меня есть сигналы, в которых, ну, вот замеры были каждый тик, и потом вдруг замер через довольно значительный промежуток времени. Вот, то есть есть вот такого рода графики, и это вообще говоря, ну, как бы, опять же, такой повод отдельно понять, почему они происходят. Вот, кстати, они все соответствуют паре РЦ 50-10. То есть тоже возникают не случайно, а возникают почему-то на определенной комбинации этих самых признаков РЦ. Поэтому признаки РЦ вообще лучше, наверное, даже считать категориальными в данной задаче, то есть считать, что это не такие категории, потому что просто при отдельных комбинациях происходят какие-то такие специфические эффекты. Так, так вот, теперь самый интересный, самый забавный момент. Самый забавный состоит в том, что если я возьму и... Ну, где-то это у меня было сделано, я сейчас не помню только где. Вот, если я возьму и, скажем так, вот скажу, что вот давайте я буду считать, что все, что у меня здесь вправо находится, это как бы такой один цвет, а все, что здесь слева, это другой цвет. И в такой цветовой гамме изображу те графики, которые изображал до этого, то есть вот эти вот самые вот. А эти графики, я напомню, что это зависимость давления от UIN. То смотрите, что получается. Оказывается, что вот как бы этот цвет определяет, в какой кучке у меня будет находиться моя точка. Вот в этой нет. То есть видите, здесь правая кучка черная, левая и белая. То есть вот эти вот все графики, они построены в координатах, они построены в координатах, значит, min UIN и min pressure. То есть они построены в таких координатах. Но будучи построены в таких координатах, интересно, что мы понимаем, в какой кучке мы находимся. То есть TIC, он отвечает за то, собственно говоря, большой у нас средний UIN или маленький средний UIN. Ну вот, это такая интересная находка, которой, опять же, можно воспользоваться, потому что вот мы видим, что прямо на картинках это четко определяет. И вот здесь я подсветил тем же самым цветом. И вот интересные находки, что вот здесь. Здесь не было линейной зависимости, то есть здесь не было одноузненького облачка. Но здесь облачко разбивается на два под облачкой. Вот одно черное, второе белое. То есть, когда R и C равняются двадцатке, у нас реально есть линейная зависимость на первом участке графика, значит, этого самого показателя UIN и UIN давления. То есть они как-то линейно зависят. То есть можно строить линейную модель. Но эту линейную модель нужно отдельно строить для, соответственно, графиков с большим шагом и графиков с маленьким шагом. Потому что это как бы две разные линейные модели. Вот это вот интересные находки, которые просто раскрывают, как именно эту задачу можно было бы решить. Что еще интересного можно обнаружить в данных? Так, так, так. В целом здесь, так, это проекция на что? Это у меня... Сейчас соображу, что я тут пытался визуализировать. F и G. А, ну это то же самое, да? То есть это то же самое. Просто, просто, просто... А, это не да, это немножко другое. Это... Сейчас, почему это закаменчено? Давайте сейчас вот раскомментим и посмотрим, получится ли такая же картинка или нет. А, тик, тик. Давайте, тик, тик. Здесь просто из любопытства я посмотрел давление в первый момент времени и давление в другом моменте времени, то есть для разных breath ID. Опять же, могут быть разные гипотезы. То есть, по идее, они могут коррелируют. То есть, если мы начали с высокого давления, наверное, оно у нас там не сильно упадет. То есть должна быть какая-то корреляция. Ну, она действительно немножко есть, в смысле, что вот тут что-то есть, но как бы и нет. То есть она... То есть облако продолговатое только за счет вот этого участка, пожалуй. Вот если вот эту комбинацию РС убрать, то, соответственно, такого не получится, это раз. Во-вторых, вот эти участки нужно как бы исследовать повнимательнее. Ну и вот здесь я их исследовал. То есть разные комбинации РСи. Как выглядят вот эти участки. Мы видим, что линейной зависимости по сути дела нет. То есть она вот разве что здесь есть. И то здесь есть некая кластеризация. Мы видим, что организуются некие кластеры. Опять же, наверное, надо разобраться, почему они организуются. То есть, наверное, вот здесь вот как раз нужно посмотреть, почему похожи вот эти вот участки. А в целом все выглядит вот довольно так странно. Причем, опять же, тоже мы видим, какие-то, наверное, здесь есть кластеры. И есть какие-то незаполненные области. Вот если разобраться вообще, чем отличаются сигналы, допустим, вот здесь и здесь, то, скорее всего, это поможет лучше решить задачу, лучше составить признаковое пространство. Так, ну и... Да, и вот, допустим, еще. Значит, интересный график. Сейчас давайте я его делаю побольше. Вот это... Стоп. Что такое? Это, соответственно, гистограммка для значения uin самого последнего. То есть, вот у меня есть сладость uin. Там есть 80 замеров для каждого образа ID. Я смотрю на, соответственно, последнее значение. И вот интересно, что я вижу такое распределение. То есть, что здесь забавного? Если бы оно было каким-то таким вот похожим на колокольчик, было бы все понятно. Но здесь вот такой колокольчик, да, и вдруг тут резкий-резкий пик. Скорее всего, это связано с тем, что это значение как-то округляли. То есть, оно, возможно, заходило вот за эту отрицательную область, но вот его округлили, поэтому вот в нуле такой некий-некий пик есть. То есть, это одно из возможных объяснений. Соответственно, в этом случае нулевым значением uin им надо меньше доверять, потому что вот тут есть эффект укругления. То же самое здесь. Тут на пятерке очень большие столбцы. То есть, скорее всего, это потому, что этой пятеркой обрезали. Правда, тут есть еще какой-то участочек. Вот можно это внимательно посмотреть. Давайте мы возьмем. И, соответственно, вот эти самые тишки. То есть, да, тут есть одно значение 5.186655. Оно единственное. А все остальные, они меньше пятерки. То есть, вот они там 4.985, 4.965 и так далее. То есть, есть такое, как бы, одно, ровно одно значение, которое выпадает за пятерку. Опять же, это можно иметь в виду в том числе при генерации признаков. Если я приближу вот эту область, вот что, собственно говоря, здесь сделано. Вот, если я ее... Так, сейчас. Если я ее сейчас приближу. Так, то получится вот такая картина. То есть, на самом деле, если эту плотность вот рассмотреть на этом маленьком участке, то она тут такая двумодальная. То есть, тут есть вот последние значения либо здесь располагаются, либо здесь. Но вот значение 4.98 они никогда не принимают. Тоже довольно интересная картина. То есть, ну, как бы, если это был какой-то физический процесс, да, то есть, ну, вряд ли мы могли такое ожидать. Тут, может быть, много всяких объяснений. На самом деле, то, что у нас, на самом деле, какое-то значение дискретное, а вот это вот организаторы размыли точное значение. То есть, может быть, его следует там как-то округлить, допустим, и так будет правильным. Вот, или что-то еще. То есть, ну, на самом деле, вот тут есть таких, много таких моментов, которые говорят о том, что, ну, как бы, можно что-то придумать, чтобы данные сделать более качественные. Вот. А вот это вот тот же, значит, гистограммка, но уже относящаяся к первым значениям этого самого UIN. Так, давайте тоже цвет поменяем. Вот к первому значению. И вот тут вот совсем интересная ситуация. То есть, если бы расцепление было прямо вот такое, то было бы все классно и понятно. Но здесь вот два таких столбца, и они свидетельствуют о том, что, скорее всего, как раз это давление округляли. То есть, его округляли справа, округляли слева. То есть, оно, скорее всего, уходило куда-то в эти области, но вот из-за того, что организаторы его сделали на отрезке от 0 до 100, то есть тут вообще числа такие конкретные, 0 или 100, то, соответственно, они вот, как бы, оно болтается только исключительно в этих диапазонах. Поэтому это, в принципе, тоже довольно интересное наблюдение. Кстати, вот тут вот бенов можно количество увеличить на всякий случай. Вот. И да, и тогда это станет более даже, более очевидно. То есть, здесь вот более-менее плавный пик, а вот здесь вот как раз вот он большой. То есть, очень много значений находится здесь. И это даже можно, при желании, проверить. То есть, скорее всего, больше уникальных значений как раз в районе этой самой сотни. Да, ну, так, как это проще всего сделать? Давайте. Так, а если я сделаю так, сейчас, минутку. Так. Ну, нет, больше всего нулевых значений 23 тысячи 28. Вот. То есть, просто тут от этого столбца оно почему-то не видно. А вот на втором месте как раз сотня 23 тысячи 2312, да. А вот тех остальных значений уже вот почти там встречается 3, 2, 1 раз. То есть, вот их довольно много. То есть, вот тут действительно есть некие округления. И это на самом деле, ну, то есть, это особенность данных, которые тоже нужно учитывать. То есть, если у меня UIN принимает значение 100, то возможно, значение на самом деле выше 100. Просто я этого не знаю. Вот. Ну, и, пожалуй, что все. Да, то есть, еще я могу посмотреть на кучу всяких этих вот графиков. Отдельно посмотреть на эти графики для каких-то отдельных кластеров, потому что это, ну, как бы важно и интересно. И, исходя вот из этой информации, которую я получил, проанализировав данные, я теперь могу составить кучу-кучу всяких признаков интересных. То есть, например, я понимаю, что у меня UIN находится в коридоре от 0 до 100. То есть, можно сделать отдельные признаки, которые как бы помечают, не касаясь ли я конца коридора. Нужен признак, который UIN сравнивает там с некой константой, потому что я увидел, что там, если UIN меньше этой константы, то там совершенно все по-другому происходит. Дальше я вот где-то подумал, что нужно логарифмировать UIN. Это я, на самом деле, подумал, скорее всего, вот на той самой картинке. Ну, вот здесь вот. То есть, здесь везде линейные облачка, кроме одного сочетания РЦ, где вот такая картинка. Если одну из осей пролгарифмировать, то штука выпрямляется. То есть, на самом деле, это превращает зависимость в линейную. И, соответственно, я вот себе записал, что лучше использовать логарифм этого признака. Потом я обратил внимание, что сочетание C10 и R50 – странный случай. То есть, он выбивается из всех остальных. То есть, его нужно как минимум обрабатывать как-то отдельно, например. Ну и так далее. То есть, все инсайты я пометил как некие такие находки. Их можно превратить в признаки. Эти признаки можно пополнить, эту табличку. И потом уже по ней настраивать, в данном случае, регрессор. Хотя из-за того, что у меня давление – дискретный признак, можно рассматривать это как издачу-классификатор. Кстати, один из учащих соревнований так делал. То есть, он даже выложил ноутбук с довольно высоким качеством. То есть, у него есть кернелл, который решает эту задачу, как издачу-классификации, в общем-то, показывает довольно неплохое качество. Так, ну вот на этом у меня все по обзору этих данных. Есть ли какие-то вопросы? Есть ли какие-то вопросы?